Всем привет! Небольшой обзор небольшого цветного RGB OLED дисплея с диагональю 0.95 дюймов. Дисплей называется SSD1331 и в этом видео мы будем подключать его к микроконтроллеру STM32. Как обычно, пример с библиотекой можно скачать по ссылке, которая указана в описании к видео. Многие, наверное, знают семейство монохромных OLED дисплеев SSD1306. Такие дисплеи бывают голубого, белого, бывают желто-голубого свечения. Но SSD1331 это цветной дисплей. Цвет каждой точки сдаётся 16-битным числом. У этого дисплея разрешение 96 на 64 точки. Рекомендуемое напряжение питания 3,3 вольта. Изображения OLED дисплеев формируются светодиодами, то есть каждая отдельная точка это крохотный светодиодик. У цветного дисплея на каждую точку приходится 3 светодиода – красный, зелёный, голубой. На макросъёмке хорошо видно, как устроена матрица. Свет всех трёх светодиодов сливается и визуально, невооружённым глазом, точка выглядит, как одна нераздельная цветная точка. Цветные OLED дисплеи дороже TFT, но их яркость и контрастность просто поразительны, что для некоторых проектов является решающим фактором при выборе дисплея. Для работы с модулем дисплея используется трёхпроводный интерфейс SPI. Цветных дисплеев SSD1331 с интерфейсом IAC не существует. По крайней мере я не нашёл. На этой плате есть выводы обозначенные как SCL, SDA. Но это ошибка. На самом деле истинное назначение этих выводов другое. Их вы видите на экране. Для управления дисплеем используется односторонняя передача данных, то есть от микроконтроллера к дисплею. Поэтому используются только две линии трёхпроводного интерфейса. Остальные выводы сервисные и служат для сброса дисплея и перевода его в режим чтения данных или команд. Подключим дисплей к микроконтроллеру, как показано на схеме. И зальём пример. Дисплей управляется командами. Команды разнообразны. Начиная от команд инициализации, типа включения, настройки контрастности, настройки режима дисплеев, до команд работы с графиком, типа рисования точки, линий, прямоугольников, копирования, очистка, затемнения фрагмента экрана, скроллинг и тому подобное. Почти все эти команды используются в библиотеке. Библиотеку с примером можно скачать на гитхабе. Там же найдёте много других примеров для микроконтроллера STM32. В описании к видео найдёте ссылку на гитхаб и на статьи по микроконтроллеру STM32. Можете дорабатывать библиотеку, переделывать его и использовать по своему усмотрению. Всем успехов! Всем успехов!